Приветствую вас, Алёна. Давайте разберём ваш вопрос. Я порекомендовал вам на самом деле о психотерапии. Вот, я порекомендовал вам подумать о такой вот инурегулярной психотерапии, потому что проблематика, которую вы описываете, не решается вот каким-то таким образом. способом самостоятельно. Если бы вы могли, вы бы уже сделали бы это. Вот, всё же самое, в принципе, касается и истории про то, как себя полюбить. По большому счёту, это вопрос личностного роста. По большому счёту, это вопрос вашего личностного роста. По большому счёту, это вопрос вашего развития. По большому счёту, это вопрос организации вашей жизни. вот, вашего жизненного пути, вот, и, соответственно, это то, с чем нужно работать. Что касается ненависти, то мне кажется, мне лично, мне лично кажется, что вы проецируете, то есть переносите на других людей, вы, ну, присваиваете, присваиваете другим людям то, что вы думаете про себя сами, вот. То есть если, условно говоря, вы себя ненавидите, вот, то, соответственно, если вы себя ненавидите, то вы будете думать, что вас ненавидят, там, условно говоря, другие люди, вот. Хотя на самом деле это, может быть, совершенно не, ну, совершенно не так, на самом деле, может быть, но вот будет, оно будет считать. Вот. Поэтому, ну, не знаю, постараться увидеть то, что, вот, вы себе так отвергаете, вот, вы вроде бы говорите, что, ну, что, как бы, проблема, вот, ага, из детства, вот, но в то же время, понимая, да, что проблема из детства, например, вот, отдавая себе отчет в этом, в том, что проблема находится в детстве. Тем не менее, вы все равно, ну, по факту, по факту, не делаете ничего, чтобы реально эту проблему решить. Вот. Я имею в виду, конечно, ну, сложность проблемы, вот, я имею в виду, как бы, ну, какое-то ее значение, да. В детстве, в детстве, в детстве вы не можете прорабатывать сами, вот, это, ну, это невозможно, да, вот. Поэтому, как бы, момент здесь, в принципе, вот такой, да. Если мы говорим про, например, то, что вы чувствуете себя лишней, вот, то это некоторое такое отвержение, некоторое отвержение, вот, которое связано с тем, что вы, как бы, ну, отвергаете, вот, то есть, вот, то, что вы себе отвергаете, вот, и, соответственно, нужно постараться увидеть, увидеть, то, что вы себе отвергаете, вот, вот, то, что вы, ну, как бы, подавляете за, вот, вот, вот этим вот отвержением. Вот, и, соответственно, на этом, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Вот, давайте разберем ваш сейчас вопрос, вот, более подробно я постараюсь дать какие-то комментарии. Так, ну, если кажется, что меня ненавидят, пишите вы, что я лично, ну, ненависть, это я сказал, а, перенос, то есть, бравя проекты, вот, вы переносите на людей свое отношение к себе. Вот, а, что касается лишнее, то здесь может быть такая гамма из чувств вины, из чувств стыда, вот, из некоторых, вот, не совсем адекватных требований к себе, и из страха оценки. То есть, это вот, а, именно, осуждение, по сути. Вот, то есть, ну, как бы, а, именно оценка, то, что, вот, вы, а, в какой-то степени, может быть, боитесь оценивать. Боитесь быть оценены. Потому что, ну, себя вы, на мой взгляд, ээээ... постоянно оцениваете. Вот, если не постоянно, то очень уже сейчас, как мне кажется. Дальше, эээ, мне честно кажется, что мне кто-то ненавидит об этом сказал, Потом выясняется, что этот человек меня вовсе ненавидит, я делаю такое выяснение подколок в мой адрес. Мои подколки воспринимаются болезненно, связано это с вашей самооценкой, связано это с тем, как вы воспринимаете себя, вероятно, не уверены в себе и так далее. То есть, этот аспект вот такой достаточно важный. Дальше, порой по моему восприятию очень злых и наполненных ненавистью. Это вот то, что вы видите в себе сам. Самообичующий себя человек, испытывающий что-то вроде аутоагрессии. Он, в принципе, в любых как бы подколах, да, он видит какую-то агрессию к себе. Вот. Ну, по отношению к себе. Вот. Поэтому здесь момент именно такой, что у вас уже изначально перед тем, как вот, ну, например, вас подкололи, вот, перед этим, вы уже готовы к тому, чтобы, ну, как бы, себя начать бичевать. И это, ну, довольно, как мне кажется, важный момент. Дальше, начинает спрашиваться, что ты меня так ненавидишь и почему так было на меня подкололить. Вот, обратите внимание, да, вы пытаетесь здесь узнать у другого человека, вот, что происходит, по сути. Но, на мой взгляд, вам здесь надо бы опереться на себя. Вот. Вот. Вы на себя не опираетесь. Вот. Ну, как бы, по факту. Вот. Вы не можете на себя опереться. Вы не можете спросить себя, чем, ну, из-за чего вам так больно, вот, вот, да, как бы, что представляет из себя эта боль, ну, вот, для вас. И, соответственно, вы начинаете зависеть от других людей, таким образом, вот. К сожалению. Дальше. Мне отвечают, что это не так. Дескать, я совсем такой. Ну, вполне вероятно, что вы выбираете людей, совершенно определенных людей, вот, которые, которые вас, которые бы относились к вам, ну, вот, так как вы сами ожидают. Вот. Понимаю. Давай. Какая штука. Вот. Так что, здесь, это, очень, на мой взгляд, важный момент. Вот. Дальше. Так, после выяснения дела становится ясно, что ненависть на самом деле нет. Ну, ненависть вообще чувство сильное, вот, понимаете, и способным на ненависть, как бы, может далеко не каждый человек, вот. То есть, далеко не каждый, а, человек, а, может испытывать ненависть, вот. Поэтому, то, что вы говорите о ненависти, не то, чтобы это было каким-то, ну, как бы, преувеличением, да. Не то, чтобы, ну, было много, много здесь, скажем так, приукрашивали. Но, тем не менее, то, что вы видите ненависть, это, в принципе, говорит о некой агрессии, подавленной вами, к другим, вероятно, людям. Вот. Дальше. Так, мне отчетливо казалось, что человек рвет на честь, вот ненависть ко мне. Вот этот вот проект, как раз. Очень интересно, я в любом коллективе чувствую себя лично. Это вторая часть моего ответа, вот. Это, короче, от того, о чем я говорил о передателе. Вот. И здесь, как бы, вам стоит немножечко углубиться в свои переживания. Вот. Немножечко углубиться в свои ощущения. Немножечко углубиться в то, что вы чувствуете, в то, что вы проживаете. И самое главное здесь, конечно же, быть честным с собой. Если вы с собой будете честны, то, в принципе, ситуация нормализуется, ситуация будет достаточно хорошей для вас. Вот. Поэтому вот это вот ощущение, что вы личное, да, вот это чувство, что вы личное, его нужно, на мой взгляд, поисследовать. Вот. Несколько более подробно, по моему мнению, да. Вот. Дальше. Например, если вы недавно была встреча одноклассников, правда, из шести человек в человек. Ну, это много или мало, да. Вот. Не совсем здесь понятно. Вы говорите, вы всего из шести человек, это много или мало. Мне, например, кажется, что мало, но кто знает, может быть, вы имеете в виду, что много. Вот. Я пока что не знаю. Дальше. Что вы сами хотели от этой встречи, как бы одноклассников? То есть, для чего, ну, для чего вы на эту встречу сами пришли? Зачем вы пришли на нее на эту встречу? Ожидали ли вы от нее чего-то? Надеялись ли вы на что-то? Было ли что-то общее между вами и одноклассниками? Вот. Или нет? Потому что, ну, как бы субъективная сторона здесь, мне кажется, достаточно важна. Вот. Поскольку вы ее не раскрываете, я делаю некоторое такое вот предположение, да. Что вы, может быть, не совсем понимаете и знаете, зачем вам нужна была эта встреча. Да? То есть, что вы, ну, как бы, что вы от нее хотели вообще от этой встречи. Вот. На мой взгляд, это довольно важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Это важный аспект. Вот. Дальше. Дальше. Значит, так. Общие фото вывозили в группу, мне неудобно, мне неудобно что ли. Мне кажется, люди будут думать что-то вроде, а это вообще каким боком залил. Ну, вот здесь про самооценку. Вы себя не цените, вот. Как бы, вы себя не ощущаете своей ценностей. Вот. Как бы, это вот такой, на мой взгляд, важный момент. На который вы, как мне, кажется, не обращаете в полной мере своего внимания. Вот. То есть, он сказал, каким образом вы приходите к этому ощущению. Что вы, вот, как-то не на месте, что вы лишняя. Вот. Каким боком она там залезла. То есть, как будто бы вы ничего не стоите. Вот. Если вы, например, постоянно обращаете внимание на, допустим, других людей, да. Если вы постоянно обращаете внимание на других людей, то, конечно, вам довольно сложно будет замечать в себе те процессы, которые, ну, которые происходят с вами. Вот. Дальше. С рабочим коллективом не пью чай уже год или два, не помню точно, по той же причине. Некоторые меня подкалывали, я утра ощутил, как я мешаю, какая тут листья. Ну, вот. Хотелось бы увидеть, а, более, а, конкретно, а, корреляцию между подколами и то, что, а, значит, ну, вот, а, то, что вы чувствуете себя листья. То есть, мне кажется, что подколы и чувство, что, ну, и чувство, что вы личные не коррелируют, а, между собой. С собой. Вот. С одной стороны. С другой стороны, вы можете вызывать желание вас, значит, ну, желание, вы можете вызывать желание подкалывать вас. Вот. И, соответственно, нужно было бы преследовать этот момент. Вот. Нужно преследовать этот аспект, аспект того, что, значит, ну, вас подкалывают. Вот. И, значит, это нужно преследовать. Обязательно. Вот. Такой, такой момент. Дальше идём, значит, следующее. Так, эээ, я ушла из стола, просто зачем они дадят людям, зачем они навязываются, если у меня такая реакция. Ну, повторюсь, вы сами в начале своего текста, да, писали о том, что, эээ, ну, что вы можете ошибаться насчёт. Реакция, да, и то, что вы, ну, грубо говоря, думали, что вас ненавидят, а на самом деле, как бы, ненависти там нет. Вот. Почему вы не думаете, что можете ошибаться и здесь. Что касается навязывания, ну, вот, ощущение, что вы навязываете, здесь тоже довольно, довольно интересно это преследовать, потому что часто бывает так, что человек, эээ, ну, чувствует, ощущать, что, эээ, он навязывается, когда не очень чувствует как бы то, о чём он говорит, важно для него именно. Так что такой вот момент здесь, на мой, по крайней мере, взгляд. Далее. Так, значит, если это коррекция, если моя председатель вызывает нервный стик у некоторых людей, ну, скорее всего, основа вашей проекции, если это коррекция, все доски свои, хорошие, все принятые, я как бы то, как бы ни старался, я не войду в их среду, я летний. А как вы старались? То есть, опять же, как вы старались? Если вы про подстройку говорите, под кого-то, то это не совсем тот путь. Мне хорошо без них, никто не мотает нерв, никто не кусает и не жалит. Поэтому нужно поработать с вашей ранимостью и чувствительностью. Кроме того, если вам было бы хорошо без них, вы бы не обратились назад. Ещё я часто чувствую себя хуже всех, самые тупые и некрасивые. Но это, опять же, вопрос про вашу самооценку. Вот. Про вашу уверенность в себе. Вот. Понимаете? Да? Что я имею ввиду здесь? Вот. Так что это тоже, ну, как бы, нужно поисследовать. Вот. Каким образом вы приходите к ощущению, что вы, там, хуже всех, да? Вот. Что вы некрасивые и так далее. То есть, откуда-то это вот у вас возникает, да? Как-то. Вот. И это очень важный момент. Дальше. Дальше. Так. Так. Среди моих одноклассниц есть одна девушка. Мы раньше выручили, но потом меня бросила без обеспечения причин. Я не знаю, почему, но на её фоне при встрече с ней на улице я чувствую себя ничтожественно на фоне богини и королевы. Вероятно, именно поэтому она нас выбросила, потому что, ну, как бы, вы не очень, а, себя цените в, а, ну, во взаимодействии с, а, нет, а, понимаете? какая штука. Опять же вам нужно поисследовать каким образом вы пытаетесь именно от неё, знаете, как бы от неё услышать причину, а не себе найти ответ на вопросы. Вот это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Дальше идём. Дальше идём. Так, значит, я чувствую себя не страшно на фоне богини королева. Вот каким-то образом вы сравниваете себя с ней. Хотя мы не понимаем, что она реально страшнее меня намного. Ну, как-то вот это протворечит. Внутри идёт чувство, что она королева, я глядный, уродливый. Ну, я бы сказал, что здесь у вас много аутоакрысии, вот, по отношению к себе. Вот. Поэтому тут вот нужно это преследовать, как мне кажется. Мне кажется, что нужно этот момент обратно преследовать, каким образом вы к этому приходите. Вот. И, соответственно, пока что вы этого не знаете, вот, но как бы нужно это преследовать. Вот. Обязательно. Обязательно. Вот. Откуда у вас столько аутоакрессии, аутоакрессии к себе. Нужно этот момент обязательно выяснить. И вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать. Вот. То есть, хотите ли вы этот момент поиследовать? Вот. Дальше. Следующее. Значит, о чём вы пишете. Я знаю, что все эти действия, понимаю неадекватно, самовысленно, но нужно прорабатывать. В реальной жизни мне удается почувствовать себя классно только после секса. Я знаю, что все отношения, а в моей отношении я вообще себя ненавижу. Поэтому мы чуть ли не горим. Вот как мне полюбить себя, не понимал. Ну, самостоятельно, вероятно, никак. Вот. Мне кажется, что к сожалению, к сожалению, мне кажется, что вы себя так наказываете. Вот. Вот. Мне кажется, что вы наказываете себя вот таким образом. Вот. Значит, и мы говорим, чтобы опять же себя вот, ну, в какой-то степени, да, бичевая. Вот. То есть, вы себя вот таким образом, получается, бичуете. И, на мой взгляд, это просто добавляет на вам вот таких очков, условно говоря, что вы в негативном ключе. Вот. Соответственно, тоже важно заметить, каким образом, например, вы воспринимаете интимные отношения. Вот. Что они для вас. И каким образом вам удается после этого почувствовать себя? Да. Клауд. Ну, что-то, я думаю, для этого вы делаете. Я очень надеюсь, что вы не считаете это какой-то случайностью. Это не случайность. Это то, что вы сами для себя делаете. Только одним единственным способом, который вы знаете. Это вот именно один единственный способ, которым вы можете, по сути, пользоваться. Вот. Но таких способов их несколько. Вот. Их довольно много, может быть. Вот. И соответственно, это, на мой взгляд, важный момент. Вот. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Вот. На это я бы тоже хотел обратить ваше внимание. Вот. На этот, ну, вот, на этот аспект я бы тоже хотел бы хотел обратить, обратить ваше внимание. Потому что это довольно важно. Вот. Вот. Таким образом. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Что и что мы говорим, имея в виду себя полюбить. Имея в виду себя полюбить, мы имеем в первую очередь, мы говорим в первую очередь про то, чтобы начать интересоваться. Интересоваться своей жизнью. Интересоваться своими чувствами на те или иные ситуации на те или иные или иные события, которые происходят в вашей жизни. Вот. Мы имеем в виду именно это, как правило. И соответственно, соответственно, необходимо с этим разбираться. Вот. И научить вас эти истории замечать и исследовать. Вот. На этом, на этом все. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...